Ты, Сэм, салют, добро пожаловать в HipCoach, что значит хип-хап для детей, а именно для детей хип-хап культуры. И сегодня мы будем говорить об абсолютной хип-хап классике. Речь идет о втором альбоме MobDeep под названием The Infamous, что переводится как печально известный, ну или лучше некто с дурной или плохой славой. MobDeep это что ни на есть самый настоящий Нью-Йорк, а именно Queensbridge, как мы знаем, это колыбель чуть ли не лучших MC за всю историю хип-хопа. Кроме того, MobDeep это группа, которая начала в 92-м или в 93-м был, Heaven and Hell, не помню. Этот альбом провалился, потом, например, подписал Loud, на котором подписан Wu-Tang, и вот мы получаем первый альбом на новом лейбле. Этот альбом это не просто хип-хоп классика, это во многом даже, наверное, по большей степени это Нью-Йорк классика. Этот альбом это самый что ни на есть Нью-Йорк. Кроме того, это один из тех альбомов, с которого начался ренессанс East Coast или же возвращение East Coast в игру, потому что на дворе 95-й год, а мы все знаем, что в это время рулил G-Funk, рулил West Coast, и потом придут MobDeep, придут Wu, придет нас, и начнется этот возвращение или камбэк East Coast хип-хопа. Кроме того, этот альбом это, если говорить вкратце и говорить совсем просто, то этот альбом это экскурсия по Нью-Йорку 90-х годов. Let's go! Alright, MobDeep. Их дебютный альбом Heaven and Elл провалился, лейбл выписал их из ростера, они некоторое время погуляли неподписанными, не знали, что делать. Затем, примерно в это же время, у Лауды случился мега-успех с Wu-Tang Clan, и Лауд искал новую группу для того, чтобы подписать на свой лейбл, и познакомились с MobDeep, и вот попытка номер два, теперь MobDeep на довольно большом известном лейбле, у них есть все силы, и это их вторая попытка завоевать Олимп, и мы получаем The Infamous. Во-первых, The Infamous это Illmatic MobDeep, да, именно так. The Infamous это самое, что ни на есть сердце улиц Нью-Йорка мы получаем на этом альбоме. Именно поэтому релиз начинается фактически с предисловия и с прелюдии, там, где Продиджи рассказывает нам главные моменты вокруг, которые будет вертеться не только этот альбом, но и жизнь этих пацанов. Он говорит нам о том, что он занимался этим уличным дерьмом всю свою жизнь, поэтому даже не думай путать его с каким-то там рэпером, который старается зацепить на себя этот лайфстайл. И затем он завершает мысль о том, что, йоу, он не отличается ни от одного уличного типа, и он знает, что его могут также зарезать, убить, забить до смерти и так далее и тому подобное. То есть он отдает тебе отчет, чем должна закончиться эта жизнь. И после подобного предисловия, после подобного входа в альбом, потому что Тайдер длится 2 минуты, если не ошибаюсь, просто Продиджи говорит нам словами эти моменты, мы получаем Survival of the fittest, или Выживая сильнейший, и на первом куплете мы слышим такие слова. Там снаружи идет война, от которой никто не спасется. Ты можешь бежать, но ты не можешь прятаться вечно от этих улиц, которые мы забрали себе. Поэтому ты идешь, понурив голову, ты боишься взглянуть наверх, ты шук, потому что ты знаешь, что нет такой вещи, как негодяй наполовину. Такие типа обычно уходят, когда начинается настоящий биф в нашей части города, будто бы настоящий Вьетнам. Фактически в этих строчках заложена вся суть, вся история The Infamous. То есть дальше мы фактически получим дневник улиц Нью-Йорка в 1995 год. После того, как парни показали тебе тизер, нарисовали тебе макет, или черновик того, вокруг чего будет двигаться эта история, этот альбом, они сразу же закидывают тебе очередную агрессивную мысль. Приходит Eye Point Eye, или Око за Око, на котором пацаны фактически говорят, что они и эти улицы живут по обычному простому правилу. Око за Око, поэтому на припеве этой песни мы слышим такие слова. Времена меняются, но Око за Око остается. Мы в этом дерьме вместе, старик. Твой биф — это мой биф. Поэтому, покуда сияет солнце, чтобы осветить эти небеса, мы в этом дерьме вместе, старик. Твой биф принадлежит мне. Я думаю, что мы все понимаем, о чем здесь идет речь, и не нужно комментировать, не нужно это пояснять. Око за Око, зуб за зуб. Ты трогаешь моего типа, и я иду трогать твоего типа. Именно поэтому эта уличная жизнь продолжается так долго, именно поэтому эта уличная жизнь имеет в себе столько жертв. Ты трогаешь моего типа, я иду трогать твою маму, бабушка, сына, брата. Неважно. It's on when it's on. Но я хочу на этой песне отметить куплет НАСА и то, как он врывается. Мечта наркоторговца — это собрать как можно больше крим и килограмма на его весах, 500-й SL зеленого цвета 95-го года, огромная хата, одет как джентльмен, костюмы страуса и шанель для моей женщины. Йоу, это очень необычный и чертовски стильный врыв в песню, но в которой типы читают о том, что они будут убивать других типов. 500 SL 95-го года, огромная хата, костюмы страуса, шанель для моей женщины, лишние килограммы на весах. Типа, НАСА, чё ты делаешь? Такое ощущение, что НАСА говорит о тебе о том, что йоу, да, я убиваю типов, я тебя грохну, но буду выглядеть на миллион баксов. Как говорил Кендрик Ламар, И это момент, который будет происходить на удивление в течение всего релиза. Пацаны будут раздавать просто лютый стиль. Они будут нам говорить, какие бренды одежды они носят, по типу Гесса. Они будут нам говорить, какую одежду именно, какие айтемы они носят, по типу Тимбы или Хаки. Они будут нам говорить, какие машины они водят, по типу Лексуса или 500 SLL 95-го года. Они будут нам говорить, что они пьют по типу Хеннесси. Да, мы все знаем, что The Infamous — это история Боли, это дневник улиц Нью-Йорка 95-го года, но один момент, который, мне кажется, многие забывают, что The Infamous — это альбом, который застолбил стиль Нью-Йорка. Тимбы, Хаки, Хеннесси и тачки на этом альбоме Моб Дип просто произрекли стиль Нью-Йорка середины 90-х годов. Это те вещи, это те элементы, по которым Нью-Йорк будет жить очень долгое время, вплоть до середины нулевых, когда придут рок-афеллы и немного это поменяют. То есть Моб Дип — это не просто история улиц Нью-Йорка, Боли улиц Нью-Йорка, но это практически один из самых стильных Нью-Йорк альбомов за всю историю этого дерьма. Один из самых больших моментов на альбоме The Infamous — это его продакшн. Это его сырой, минималистичный, я бы даже сказал, DIY-ный продакшн. Это случилось во многом случайно. Heaven and Hell, дебютный альбом, Моб Дип, был спродюсирован большим количеством продюсеров, в том числе Приму. Альбом провалился, и одно из решений, которые приняли парни перед работой над вторым альбомом, это сделать его self-produced. То есть Infamous фактически self-produced. Have a come, который, по его же словам, на тот момент не знал ни черта про продюсирование, поэтому он и продюсеры разбирались прямо на месте при создании The Infamous. И это слышно на этом альбоме. Этот альбом звучит так, будто бы продюсер либо он не понимает, либо ему настолько плевать вообще, что он берет самый обычный короткий луп и фигачит из него всю песню. Ничего не прибрано, барабаны на этом альбоме звучат, как чертов метроном. Они пробиваются через все, что есть на этой песне. Затем, это хорошо видно на композиции Drive Life, ты получаешь миксинг голоса, который опять-таки звучит так, будто бы продюсеру все равно, поэтому эти голоса просто пробиваются через весь славянская песня вместе с этими чертовыми барабанами. И на этой песне есть такой небольшой редкий момент, который случается на некоторых песнях The Infamous. Здесь есть soulful sample баса. И стоит добавить, что этот бас, он тоже, он как раз-таки спрятан, будто бы за барабанами, спрятан за голосом, он где-то внутри, где-то внизу, но этот бас добавляет теплых тонов этой композиции. То есть, в отличие от большинства материала на Infamous, который звучит агрессивно, диайвайно, сыро, прямо тебе в лицо, этот бас добавляет теплых тонов, благодаря которым ты можешь сопереживать артистам, сопереживать истории, которые происходят на этой песне. Программинг битов, миксинг и вот такие небольшие soulful джазовые вещи я бы отребютировал мистеру Q-Tip'у или Abstract'у, который познакомился с Mob Deep'ом во время создания ими Infamous и предложил свои услуги. Он стал главным миксинг-инженером и он сводил некоторые песни на этом альбоме. И стоит добавить, что здесь Q-Tip'у удалось добавить таких маленьких штрихов, классических Q-Tip'ных, но в то же время он не увел этот альбом в джаз. Да, здесь есть Soulful по типу Temperatures Rising sample, Soulful sample, или здесь на Shrife Life есть сэмпл этого баса, то тут-то там бывают такие маленькие джазовые моменты, но в основном этот альбом звучит как сырая DIY-ная работа, где эти чертовы барабаны работают как метроном. Кроме этого общего, агрессивного, граймового ощущения, которое, как мне кажется, является результатом DIY-ного продакшена, этот альбом все-таки имеет вкрапление теплоты. Я это во многом атрибутирую Mr. Q-Tip'у, ну и, конечно же, момент от того, что на этом альбоме все звучат как один. Этот альбом звучит как запись одной группы. Будто бы все, кто участвует на этих песнях, Nas, Noid, Ghostface, Ray, Havoc, Prodigy, это будто бы все одна группа, которая выпускает свой альбом. Это хорошо видно на Get Right Back At You, и тут я хочу отметить второй куплет Havoc, где мы слышим такие слова. Куинсбридж, вот откуда я родом. Место, где рождаются звезды, и место, где странные рэперы получают по заслугам. Шесть кварталов, сможешь ли ты пройти через них? Что ты будешь делать, когда вся моя тима откроет огонь на тебя? Маками и тэками раскрошим твою голову. Ты думал, что ты сможешь просто зайти сюда и начать со мной биф? Ты что, тупой? Что ты курил? Что в тебя вселилось? Эта песня, это фактически Gang Bang Gim. Потому что сначала Prodigy говорит о том, что, чувак, у тебя нет шансов, что ты будешь делать, когда вся моя команда начнет по тебе стрелять. Потом то же самое говорит Havoc, потом то же самое говорит Noid, и то же самое говорят Ghost Erased. И опять-таки, когда ты слушаешь эту песню, ты будто бы слышишь мысли одного человека. И это один такой большой хайлайт от The Infamous. Этот альбом звучит не как рэперы собрались записать альбом, а как типы собрались рассказать себе историю. Химия на этом альбоме доведена до такого вот просто абсурдно невероятного уровня, потому что опять-таки нас, Big Noid, Havoc, Prodigy, Ghost, Rain, все они на этом альбоме звучат гармонично, хотя по большому счету, кроме того, что нас и Prodigy были друзьями детства, это все люди, которые познакомились по факту на Laude и QT тоже. Но тем не менее, они звучат здесь так, будто бы они рассказывают тебе одну историю. И синематографичность The Infamous – один из самых больших хайлайтов или впечатлений от этого альбома. Этот альбом звучит как документальный фильм о нью-йоркских улицах среди девушек. В заключении скажу, что несмотря на первоначальное впечатление, то есть когда ты слышишь про Mob Deep, краем уха, когда ты включаешь этот альбом, слушаешь его в первый раз и получаешь эти песни до 10 триллионов в минут, где фактически по-хорошему нет припевов, это просто барс-фа-барс-фа-барс-фа-барс-фа-барс-тысячи MC, ты видишь эту обложку, ты такой «Окей, я понял, это самый обычный G-рэп альбом». Но потом, когда ты углубляешься и слушаешь это несколько раз, ты понимаешь, что это невероятно концептуальный релиз. Этот альбом, если вкратце, это что-то вроде «Один день из жизни улиц Куинсбриджа», потому что в течение The Infamous Mob Deep преворачивают, точнее делятся с тобой разными карманами и аспектами этой жизни. Ты получаешь неофициальный дисклеймер этой жизни на «Survival of the Fitters» или «Выживая сильнейший», ты получаешь песни про лут по типу «Give up the Goods», ты получаешь песни про законы этих пацанов и этих улиц по типу «Iphone Eye», ты получаешь песню про то, что «Пацаны, на самом деле, блин, мы не гордимся этим дерьмом, мы занимаемся этим, потому что это Америка, в которой мы живем, и это довольно трудно». Это песня «Q.U. Hectic». И ты, конечно же, что делает этот альбом концептуальным, ты получаешь конец. Ты получаешь песню о том, о чем говорил Продиджа в самом начале. «Меня могут зарезать, забить и убить». Композиция «Cradle to the Grave» от «Ясли гробу» — это завершение. Это история о том, что вот чем все это закончится. Это невероятно стори-теллинговый альбом, и, по-моему, это эталонный альбом жанра. «Джи рэпы». Далеко не каждый альбом может похвастаться таким многообразием тем, раскрытия, т.д. и т.п., все еще оставаясь андерграундным, потому что этот альбом звучит андерграундным. И сравнивая его с «Heaven and Hell», который звучит, ну, не то что ужасно, он звучит очень старо на сегодня, как раз-таки этот минималистичный, корявый, DIY-ный продакшн сделал то, что даже в 2030 году этот альбом будет звучать свежо, потому что он «Cut to the Chase», он прямо к делу, без всякого разгона, без лишнего дерьма. И для меня это... Я даже не знаю, я думал о том, почему для меня это несовершенный хат-хор, и я не смог прийти к выводу. Для меня это полный хат-хор, для меня это потрясающий альбом, но я не знаю, что... Не знаю. Не могу сказать, чего мне не хватает на этом альбоме, поэтому...